Он начал быть на первом сроке президентом до того, как появилась новая Конституция. И Конституционный Сух признал, что да, тот срок можно считать и нужно считать. И поэтому вот эти два срока, тот срок с 91-го года и следующий срок с 96-го года являются конституционным пределом. Вот что решил тот суд. Сегодняшний Конституционный Сух читает слово подряд, оно написано в Конституции, и все, и на этом все заканчивается. Вот в чем проблема. Ну вот, я абсолютно поддерживаю позицию, но не в том смысле, что там не написано слово подряд, оно там написано. Кто его туда вписал, я не знаю. Можете посмотреть в интернете, я специально не хочу говорить. В интернете есть, предположите, кто его лично туда вписал. Но оно там есть, и никогда Конституционный Сух никакой не пройдет мимо этого срока подряд. Он всегда будет тыкать и вот вам его подносит под нос. Подряд подняется пределом. Да каким пределом, там сказано два срока подряд, недопустимо. Вот и все, что там сказано. Вот. Вот все, там так написано. Пределом является, еще раз повторю, то, что нужно понимать, что политически, нравственно, морально, согласно духу Конституции, духу наших законов, этого нельзя. Я с вами абсолютно согласен. А то, что Верховный суд так поступил, кто в этом сомневался? Ну, кто в этом сомневался? Ясное дело, что он так будет это квалифицировать. И теперь что? Теперь на каждую минуту все время все говорят. Верховный суд считал, что Путин может быть опять президентом. Может быть опять президентом. Может. А для нашего народа все время повторять, может быть опять президентом, это очень мощная пропаганда. Верховный суд считал, что он на вторую, а на четвертую. Нет, они считают, что, поскольку есть слово подряд, они считают, что он на вторую. А он на самом деле идет на пятую. Те два срока, минус один. Слушайте, ну и мне сейчас противаница заниматься. Все, что я... Все.